За маму. Снимайся. Давай за папу. Вот молодец. Давай за Новый год. В новом 2020 году, похоже, исполнится самое заветное желание многодетной семьи Жигера. Они смогут воспользоваться средствами семейного капитала, а это 10 тысяч условных единиц, потратив их на покупку или строительство собственной недвижимости. При этом дожидаться совершеннолетия своего третьего ребенка им теперь не нужно. Это стало возможным благодаря тому, что власти внесли ряд изменений в программу семейного капитала. Расширено направление досрочного использования семейного капитала. Надо сказать, что это сделано с учетом потребностей многодетных семей. В частности, появилась возможность теперь направлять средства семейного капитала на улучшение жилищных условий. Это строительство, реконструкция, приобретение жилья, а также погашение задолженности по выданным кредитам и процентам по ним. Голова многодетного семейства Максим Жигера не скрывает своего счастья. В их жизни, наконец-то, грядут большие перемены. Такая надежда, что все-таки у нас что-то свое будет. И, ну, как-то вообще веселее стало гораздо. Анастасия разделяет радость супруга. Ведь сегодня их семья вынуждена жить на птичьих правах вот в этом частном доме на окраине Минска у родственника, который временно дал им крышу над головой. Реакция, конечно, был шок. Не ожидали, мы уже не надеялись, что все-таки выйдет такой указ. Но было радостно, мы Новый год встречали уже с большой-большой надеждой. А ведь у семьи Жигера уже была попытка построить свой собственный дом. В 2016 году они, как нуждающиеся, приобрели в собственность вот этот участок в Червенском районе в деревне Гребенка, заплатив за него 20% от стоимости. Однако они не рассчитали свои финансовые возможности. Потратили мы что-то, наверное, около двух или трех тысяч долларов. Мы брали кредит, чтобы выкупить этот участок. Потом мы брали деньги для того, чтобы кучу документов оформить. Иными словами, на строительство самого дома у семьи попросту не осталось денег. Так как мы не смогли воспользоваться раньше материнским капиталом, и у нас его забрали. Потому что надо было строить фундамент, закладывать, сделать его хотя бы жилым, коробку сделать надо было, но нет денег, чтобы это все сделать. Это же не дешевое удовольствие поставить дом. Теперь досрочно потратить деньги семья Жигера может не только для решения жилищного вопроса. Дополнено направление получения платного образования. Это образование, высшее образование первой ступени, либо среднее специальное образование. При этом средства семейного капитала могут быть направлены на образование любого члена семьи. И третье направление – это были расширены платные медицинские услуги, на которые семьи имеют право за счет включения в них стоматологических услуг. Изменился и размер семейного капитала. С 1 января 2020 года на тех детей, которые родились уже после этого числа, семейный капитал будет назначаться в белорусских рублях. Его сумма составляет 22,5 тысячи рублей. Те семьи, у которых дети родились до 31 декабря 2019 года включительно, будут иметь право на семейный капитал в валюте – 10 тысяч долларов США. Как использовать эти средства Максим и Анастасия Жигера уже давно придумали. Теперь они с оптимизмом смотрят в будущее и верят, что следующий Новый год они уже встретят в своем собственном доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова